МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СИНА 24КЗ, с вами Динара Саду. Здравствуйте. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это вот большой знак и почет для всех наших коллег, ученых. Выражаю огромную благодарность. И это очень волнительно и очень почетно. Я очень рада, что участвовала и соответствовала всем требованиям, всем критериям. Я посвящаю свою награду, свое достижение национальному университету имени Альфа-Рави, где я работаю. За звание лучшего ученого состязались 307 кандидатов. Призерами стали 50 исследователей по направлениям естествознания, медицины, социальных и гуманитарных наук, сельского хозяйства, военного дела, инжиниринга и технологии. Своё признание получил и один из авторов отечественной вакцины Казвак Куандык-Жунисов. Он заведует лабораторией коллекции микроорганизмов Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности. Центр базируется в Кордайском районе Жамбылской области. Мы занимаемся прогнозированием потенциальных биологических угроз, в том числе проникновения экзотических и трансграничных инфекций, опасных для животных и растений. Разрабатываем препараты и вакцины против инфекционных заболеваний. Для меня большая честь получить звание лучший ученый. Победителям также достались денежные призы в размере 7,5 миллионов тенге. Награды вручал лично министр науки и высшего образования Саэсад Нурбек. В этом году мы собрали самых лучших преподавателей и ученых со всей страны. В этот прекрасный день весны хотим выразить признательность за их самоотверженный труд, преданность профессии за вклад и развитие науки и подготовку молодых специалистов. По мнению организаторов, награждение ученых и преподавателей должно стимулировать интерес молодежи к научной сфере. Сабин Рахимбайжан, Дожжумабек, Ербулат Абиш, Туркестан, 24 КИЗ. Почти 200 тонн шубата ежегодно производят фермеры Казалардинской области. Спрос на национальный напиток год от года растет. Поэтому в регионе делают ставку на увеличение поголовья верблюдов и переработку верблюжьего молока. При этом поддержку предпринимателям оказывает государство. Тему продолжит моя коллега. В семейной ферме Жебек Мухимовы почти 6 лет. Здесь ежедневно производят до 100 литров шубата. Целебный напиток готовят по всем правилам и стандартам. Производство, поставленное на поток, предприниматель намерен расширять. Для этого изучает опыт европейских специалистов. Было специальное обучение в Германии. Две недели перенимало опыт немецких фермеров. Сейчас на онлайн-уроках нас учат, какими должны быть стандарты, как их соблюдать, как экспортировать свою продукцию. Думаю, все эти знания пригодятся для развития бизнеса и реализации новых проектов. Разведением верблюдов сегодня в регионе занимаются 90 хозяйств. Приплод животные дают раз в два года. Отсюда и высокая себестоимость напитка. 1300 тенге за литр. 55 из них компенсируют госсубсидии. В прошлом году фермерам выплатили почти 8 миллионов тенге. Механизмы поддержки предусмотрены и на покупку племенных верблюдов. 100 тысяч тенге за каждое животное. Как результат, ежегодный рост поголовья на 5%. Сейчас их количество превышает 60 тысяч. Особый акцент делаем на переработку верблюжьего молока. В этом направлении сейчас разрабатываем несколько проектов. Самый значительный – строительство перерабатывающего завода. В этом году приступаем к реализации проекта. В следующем году планируем его запуск. Перерабатывающий завод построят в Аральском районе. Он будет производить до 700 тонн сухого концентрата из верблюжьего молока. Райхан Тажибаева, Нуржаму Зарабшин, Атьмухамед Байдулдаев, Казлардинская область, 24КЗ. Первый для Казахстана международный турнир по пара настольному теннису. «Астана Пара Оупен-2024» стартовал в столице. Лучшие игроки, лидеры в этом виде спорта – это больше 100 человек из 19 стран мира прибыли в Астану. Среди них чемпионы мира Азии и Европы. Казахстан представляет почти 50 спортсменов. В Республиканской Федерации ставки делают на Али Макулбекова, Азамату Розбекова и Алтына Ержанхоза. Алтына Ержанхоза в пара настольном теннисе всего два года. До этого 8 лет играла в обычной команде. Потом авария, перелом позвоночника и реабилитация. Сегодня в ее копилке больше 100 медалей разной пробы. Но девушка мечтает о паралимпийской. Эти соревнования для меня очень важны, чтобы попасть на Олимпиаду. Я уже отыграла две игры. У меня осталось в личном разряде еще две игры. Это сильные соперницы Австралии, также с Россией. Игра с ними поможет мне набрать рейтинг на Олимпиаду. Это квалификационный лицензионный турнир. Спортсмены зарабатывают рейтинговые очки и борются за путевку на летние паралимпийские игры в Париж. Чтобы не упустить шанс, Алтынай нельзя промахиваться. А вот за игрой спортсмена из Манчестера сегодня наблюдают многие. Говорят, он мастерски владеет ракеткой. Тем временем он сам изучает тактику казахстанских соперников. Очень много достойных игроков из Казахстана. Надеюсь, нам повезет сыграть в конкурентной игре. Перед приездом я просмотрел игры ваших спортсменов, ознакомился. Такие турниры в рамках Олимпийского цикла проходят по всему миру. Этот один из заключительных. По статистике на паралимпиаде фавориты Китай, Япония и Великобритания. Однако в федерации надеются, что дома отечественные спортсмены покажут лучшую игру. К слову, глава Международной федерации по паронастольному теннису Пабло Перес специально прибыл в Казахстан, чтобы пожелать участникам удачи. Турнир завершится 3 марта. Теперь о том, что происходит в мире. Почти 300 миллионов человек в мире нуждаются в гуманитарной помощи. Об этом говорится в недавнем отчете ООН. Чаще всего это люди, пострадавшие от вооруженных конфликтов, чрезвычайных климатических ситуаций и бедности. Особенно тяжелыми последствиями это грозит несовершеннолетним. По данным организации, каждый пятый ребенок живет в зоне конфликта. Вместе с тем растет и число беженцев, и число граждан, перемещающихся внутри страны. За последние 10 лет показатель достиг рекордно высокого уровня, превысив 36 миллионов человек. Дубай признали городом самым загрязняющим атмосферу аэропортом в мире. Только за год ХАП выделяет столько же выбросов, сколько 5 угольных электростанций. Такие данные приводят эксперты Американского аналитического центра. Они оценили воздействие пассажирских и грузовых авиаперевозок на окружающую среду. Всего исследователи изучили больше 1300 аэропортов. Кроме ОАЭ, в антирейтинг с худшими показателями вредных выбросов вошел и Лондон. Шесть ХАПов в британской столице загрязняют воздух так же, как 3 миллиона автомобилей, выбрасывая в атмосферу 27 миллионов тонн углекислого газа. Замыкают пятерку Токио и европейские Франкфурт и Шарль-де-Голь. Отмечу загрязнение воздуха четвертый по степени фактор риска для здоровья человека. Власти Непала вводят новые меры безопасности для альпинистов, покоряющих Эверест. Каждый экстремал будет обязан иметь при себе специальный электронный чип. Устройство крепится к верхней одежде, благодаря чему местоположение человека будет легко установить при помощи спутниковых систем слежения. Вместе с тем это также облегчит проведение аварийно-спасательных работ в случае схода лавины. Ожидается, что новые правила вступят в силу уже этой весной. Стоимость каждого чипа не будет превышать 15 долларов за штуку. 94-летний инженер из Армении вручную собирает телескопы. На счету у Володи Агагабяна больше десятка астрономических оптических приборов. На разработку одного устройства у мастера уходит почти год. О необычном хобби, по словам старца, он мечтал давно, но только 12 лет назад решился стать ближе к звездам. Асель Абдокалыкова расскажет. Я делаю одну из самых важных деталей для телескопа. Это окулярная часть, а создание самого зеркала может занять месяц, а телескоп делается примерно за год. Эти сложные оптические приборы 94-летний Володя Агагабян собирает вручную. Каждый день он проводит в мастерской часы напролет. И так уже больше 12 лет. Хотя об астрономии мужчина мечтал еще с детства, заняться необычным хобби смог только на пенсии. Повлияло на инженера техника и встреча с советским ученым Парисом Геруни, который создал первый в мире радиооптический телескоп. Вы просто не представляете, что произошло со мной, когда я впервые смог посмотреть на Луну своим же телескопом. Я не стану скрывать, у меня текли слезы. Знаете, еще с детского сада меня манил и интересовал космос и Вселенная. Я задавался вопросами, кто разместил эти звезды и Луну на небе. Исчезнут ли они? Просто у меня не было тогда возможности изучать это все. Володя Агагабян единственный изобретатель в стране. В поисках единомышленников он вступил в Кемеровский клуб любителей звезд, где с молодыми коллегами обсуждает идеи, изучает материалы и техники, тестирует новые детали. Мы с моей командой посещаем школы, вводим детей на экскурсии, развиваем у них интерес к астрономии. У нас даже есть специализированный онлайн-магазин, где мы продаем телескопы дяде Володе, тем самым еще и развивая армянское производство. По образованию я физик-инженер, и будучи компетентным, я могу заверить, что эти телескопы не какая-то самодеятельность, это ньютоновские телескопы. На счету изобретателя множество работ, правда, долго изделия у создателя не хранятся. Володя Агагабян их раздаривает близким и знакомым. Самое ценное из устройств он отдал родной школе в городе Алаверди. Осель Абдукалыкова, 24КЗ. И на этом пока все. Я желаю вам хороших выходных. До встречи.